Марина Максимова и Станислав Крючков, а с нами и с вами сегодня писатель Денис Драгунский. Денис Викторович, рады приветствовать вас. Здравствуйте. Добрый день. Ну что ж, новый виток в деле Сергея Магницкого. Генпрокуратура подозревает, что Уильям Браудер отравил его. Что это такое? Это наш вот некий какой... Ответ Чемберлену, я бы сказал. Да. Я думаю, что уже все это перешло в такую ситуацию взаимного подкалывания, какого-то пинг-понга троллинья, я бы не знал. Не знаю, как иначе сказать, понимаете. В ответ на британские и западные обвинения мы выдвигаем свои обвинения, действительно, от чего нам молчать. Теперь вот Браудера вспомнили, потом пойдет процесс о том, что, например, скажем, что Елизавета Первая какой-то фальшивый паспорт выдала Ивану Грозному, понимаете. Она же его приглашала в Англию, а паспорт был какой-то, оказался не тот, из-за чего и началась потом Псковская война, понимаете. То есть это бесконечная история, не надо тут смущаться, не надо удивляться. И это будут отклики, эти истории будут еще идти долго-долго, уже даже после того, как мы помиримся с Западом. А мы, конечно, с ним помиримся в итоге, потому что всякая война всегда кончается миром, и всякая ссора тоже кончается миром. Особенно, когда все люди живут в одной коммуналке, понимаете. Разбегаться-то нам некуда с европейского континента, из планеты. Вот это будет потом еще вспоминаться долго. Тайные протоколы будут всплывать, ну, спокойно. Ложки вернут, а осадочек такой останется. А и ложки могут не вернуться. А на сегодня, если мы допускаем, что это игра и такой троллинг, то на кого все это рассчитано? Ведь очевидно, что на Западе всерьез, ну, вряд ли это будет кем-то восприниматься. Конечно, все это рассчитано на внутреннюю аудиторию. И на нашу аудиторию. Так же, как многие западные, допустим, выпады против России, я думаю, что они в изрядной мере рассчитаны на свою аудиторию. На своих избирателей, на свои какие-то лоббистские группы, на свои группы интересов, на своих читателей, своих газет, или там, своих СМИ, газет, сайтов и прочих ресурсов. Так у нас это рассчитано на нас, понимаете. Так же, как, например, все, что делается по части пресс-службы Министерства иностранных дел, это же рассчитано только и исключительно на внутреннего потребителя. Вы можете присоединяться к нам и задавать вопросы в адрес гостя. Напомню, для этого наши эфирные координаты. СМСК плюс семь, девять, восемь, пять, девятьсот, семьдесят, сорок пять, сорок пять. Сообщение в эфир с использованием формы на сайте Эхо МСК. И чат Ютуба мы здесь тоже внимательно следим за тем, что вы нам пишете. Денис Викторович, вот всю неделю думал, что именно вам нужно задать этот вопрос. В российских школах тут набрал уже, собственно, такой мощный оборот флешмоб, да, против президента. Школьники и студенты там пишут мелом на доске или ручкой в тетради слова. Обидные. Обидные слова. Блитин, блитин. Оскорбительные слова. Вот это вот что такое? Это праздник глупости или праздник непослушания? Праздник непослушания, безусловно. Да, так вот. Праздник непослушания, наверное, людям что-то уже надоело. А вот со стороны учителей, которые, ну, собственно говоря, журят негодников, журят вот этих непослушных учеников. Это ли не глупость? Нет, не глупость, естественно, потому что если бы я был бы учитель, у меня бы написали бы эти слова, или написали бы там на скать, ка, дура, там, понимаете, я все равно бы пожурил бы. Просто потому, что это некрасиво отходить человек? Нет, потому что доска не место для, так сказать, что на классной доске пишут там х квадрат, там, минус, там, Y в степени X, понимаете? Она не для того предназначена. Потому что это всегда мелкое школьное хулиганство, школьное непослушание, школьная шалость, там, понимаете? А учитель всегда должен пресекать школьную шалость. Потому что если учитель... Давайте влезем в шкуру учителя. И в большом смысле слова. Я еще раз повторяю. Я думаю, что перед слушателем эхо Москвы и вообще перед прогрессивным человечеством я не должен оправдываться в своих, так сказать, политических настроениях. Я небольшой, не самый главный фанат существующей власти, могу сказать. Ну, я не в первых рядах фанатов, могу сказать. Бегу. Тем не менее, если учитель скажет, простите, скажет, молодцы правильно, значит, он присоединится к этому флешмобу. А это не будет не совсем верно. Учителю за это может нагореть. Равно так же, как если учитель присоединится к флешмобу Катька Дура, понимаете? Или что-нибудь насчет Катькиного морального облика там выскажутся, понимаете? Это круче, чем Дура, что-нибудь будет написано. Получается, что он как бы разделяет эту мысль. Это тоже неправильно. Но учитель должен сказать, безобразие, Сидоров, сотри, кто написал, хулиганы, и продолжать урок. Ну, за надписью Катька Дура есть просто хулиганство какое-то, и здесь все-таки определенное бытие. Ну, здесь, да, здесь все-таки, да, здесь очевидно, как вот есть, понимаете, в чем дело? Ничего на свете не бывает случайно. Это именно флешмоб. Если этот флешмоб подхватили, значит, действительно, такое какое-то настроение, такое вот, скажем так, протооппозиционное существует в детях, значит, оно есть. Значит, нужно на него обратить внимание. А это, вот, я пытаюсь понять, это просто, вот, как мы несколько раз, да, использовали это слово, это шалость какая-то, просто потому что, ну, подростки, они всегда настроены, да, как я себя помню, да, против всего плохого, хорошего, всех вместе взятых. И это просто потому что стало вот прикольно, модно, да, вот ты там у себя в тетрадке писал «Путин вор». Они понимают, что они делают, или это вот, потому что это прикольно? Конечно, понимаю, конечно, понимаю. А что значит «прикольно»? Что значит «вообще прикольно»? Потому что протестовать – это прикольно. Нет. Вы знаете, слово «прикольно» – это такое, когда мы хотим избежать объяснений. Мы говорим либо просто так, либо просто по приколу. Понимаете? Нет. Они, конечно, понимают, что они делают. Они действительно протестуют. Другое дело, что они не понимают сути своего протеста, против чего именно они протестуют. форума протеста, так сказать, ими не обсуждаются. Но при этом они вот на волне такого протеста существовали. Тут выяснилось, что и некоторые учителя не вполне понимают собственных предметов. Ну, во всяком случае, исследование было такое проведено. И сегодня министр просвещения Васильева сказал, что нет, исследование некорректное, и учителя по математике и информатике, которые сдавали тест, они стали жертвами вот этого вот неверно составленного теста. Вы знаете, и такое тоже может быть на самом деле. И такое тоже может быть. Я про это написал буквально вчера вечером в своем Фейсбуке. Но, к сожалению, тут видите, какая штука. И, может быть, это действительно подстановочный тест. Я могу Вам сказать, что я любого специалиста по, допустим, русской литературе или по греческому языку, я могу, так сказать, конечно, я могу специально выпендриться и составить такой вопросник, что ему будет как минимум безумно трудно отвечать. Не обязательно срезать, но поставлю его несколько раз в тупик. Может быть так. Но при этом надо еще... Такая тут такая несколько циничная мысль возникает, что учить и учиться – это разные профессии. Понимаете? Если сидит, например, какой-нибудь толстый, так сказать, босс, топ-менеджер, получает миллионные зарплаты, а его, так сказать, и при этом пошли его на поточную линию поработать. А потом я даже скажу, Голубчик, а ты что-то конкретно делаешь, кроме того, что у тебя важная встреча в администрации? А что ты вот делаешь по своему, так сказать, этому концерну? Он вряд ли он сможет точно ответить. Он скажет, ну, руковожу, ну, даю общее направление. Понимаете? Вот так вот. Генералов не посылают резать проволочное заграждение. А если их пошлешь, то их всех перестреляют. Это одного. Это делают саперы. Ученик знает больше учителя. У меня, извините, пожалуйста, у меня дочка готовилась давно в полиграф по композиции. Я долго готовился, спросил учителя ее, частного учителя. Скажите, пожалуйста, она уже готова к экзамену? Он так возмутился. Да что вы говорите? Да что вы такое говорите? У нас не все преподаватели могут сдать этот экзамен. Понимаете, да? Ну, вот это обыкновенное дело. А вот если в таком системном ключе посмотреть, вот средняя то школа, будь или высшая школа, ведь государство постоянно требует отчетности некой, да? Самообследование, тестирование. И вот задавая эти правила игры, в конечном счете, школьная система становится заложником реализации этой игры. Совершенно верно. Ну, это тут, понимаете, даже, да, государство, но я бы уточнил бы, не государство в лице государственной чумы и там, допустим, президента, там, и премьер-министра. А дело в том, что вот эти вот чиновники, они плодятся, они как планктон, как водоросль синезеленая, понимаете? Их становится очень много-много-много-много. Вот я, например, знаю очень серьезные университеты в городе Москве, в которых количество чиновников, управленцев, то есть учебный отдел, отдел инноваций, отдел, там, бухгалтерия, шмугалтерия, их больше, чем студентов и преподавателей во месте взятых. Такое, господи, боже мой. Ничего, они требуют отчетность, потому что они хотят получать зарплату. Они хотят получать зарплату, а для того, чтобы получать зарплату, им нужно что-то делать. Они все новые и новые требования создают, новые требования создают. Вот. Это оттуда же, откуда бесконечное вот обновление в программах. Знаете, каждую полчаса обновление, обновление в этих самых программах компьютерных. Почему? Потому что какой-нибудь Microsoft себе набрал людей, которые... Они же не могут сделали Windows. И что, их увольнять теперь? Нет, они сидят, работают, они оправдывают свое существование тем, что они придумывают еще какой-нибудь баг, еще какую-нибудь фичу, еще какую-нибудь штучку, понимаете? Ну, вообще, удивительная ситуация, особенно, сколько раз мы в эфире говорили в последнее время, там, год-два, когда сейчас идут, частично закончились вот эти объединения у нас в университетах, потому что университеты сливаются, 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 и все крупнее, крупнее, крупнее становится, и получается, все равно там вот чиновников больше. Проблемцев там становится больше, правильно. Кудентам все меньше, да. Безусловно. А какова субординация, вот на сегодняшний день, между чиновником и педагогом, вам знакома? Знакома, безусловно, по вузовской системе, преподаватель, даже доцент, даже профессор, он абсолютно зависим, к нему приходит девочка из учебного, из управления, она уже не учебная часть, она уже называется управление, под ним управляемый я. Проректор, есть два, там, не знаю, заведующих департамента разных этой системы, и она говорит, что нужно, так сказать, подготовить новую, так сказать, карту компетентностного анализа, там, о каком-нибудь фигне, там, или вы должны, так сказать, объяснить, вот, разбить каждую лекцию, вот, какую компетенцию вы придаете первые пять минут, какую вы вторые пять минут, а иначе просто денег не заплатят. Да, поэтому бедные преподаватели, они, конечно, находятся в безумно подчиненном положении, они не могут бунтовать, потому что они, собственно, а место студента, для которого вся эта система функционирует, мало того, что педагог, да, в подчиненном положении по отношению к управлению, а студентов вообще не спрашивают об этом. Еще одна тема минувшей недели – это Курилы, которые вновь возникли, так сказать, на нашем горизонте. Президент Путин ранее говорил, что суверенитет России над спорными островами Южнокурильской гряды обсуждению не подлежит, и вот тут выясняется, что как-то и подлежит тема вновь пришла. Вы с чем это связываете? Потому что компромисс рано или поздно должен быть найден, или же? Ну, во-первых, компромисс, конечно, рано или поздно должен быть найден. А кроме того, очень хорошо говорить о том, что эта тема не подлежит обсуждению, а когда у нас на западной фланге полный порядок. Союзники нужны. Нужны союзники, нужны деньги, нужны инвестиции. Вот зачем это все нужно. И мы действительно готовы отдать землю? Ну, что значит, отдать землю? Эту землю мы должны были отдать еще по эскизу договора 1956 года. Тем более, что это не такая уж земля. Тем более, что Китаю мы отдаем землю, что называется, год от года какие-то куски на парус ламура, какие-то острова, какие-то в районе вот этого, как он называется? Когда-то он назывался Ворошиловск-Уссурийский, сейчас Уссурийск называется. Отдаем что-то, ну и отдадим эти три гряды. Ну, просто получается, как-то мы так громко забирали Крым и так тихо отдаем Куриловск. Ну, их тихо не получится отдать. Все равно об этом все будут знать. Понимаете, их тайком-то не отдашь. Там, конечно, есть некоторые опасности, что, например, скажем, это море станет из внутреннего, станет международным, туда будут крыболовы заплывать. Ну, там еще просто баз, насколько я понимаю. Потому что на территории Японии США может размещать свои базы. Может размещать свои базы, я бы обещал, что не будет обещать. Ну, понимаете, в чем дело это? Ну, понимаете, в чем дело? Теперь посмотрите. Да, безусловно, это вещи разные. Я могу полностью с вами, с вами жизненный опыт подсказывать что-то разное. Кстати, выходить замуж тоже. Знаете, мне тоже обещали иногда выйти за меня замуж, а потом кидали, кидали, бедняжку. Вот. Так вот. А дело в том, что если вы посмотрите на карту, то станет, в общем, строго говоря, понятно, что какая-нибудь база, там, авиационная или база ракет, будет она на 25 километров ближе или дальше, это никакой разницы нет. Это, конечно, может сдержать обещание. Точно, остров Хоккайдо находится, ну, как говорится, вот я вот показываю руками. Вот он, вот это вот здесь вот. Ну, и чего? Если на Хоккайдо они имеют право себе там, сказать, накидать этих баз, то, ну, там пролив там 10 километров, и там еще там скала стоит. Ну, а что эти 10 километров? Что они изменят? Ну, вот в этой связи... Ну, не будут размещать. Если обещать, в данном случае не будут. Это не тот случай. Не стоит того. Это не тот случай. Это не стоит того, да. В этой связи не наивно ли выглядит вот эта наша попытка найти союзников на Востоке на фоне того, что у японцев с американцами эти договорные отношения не случаются? Немножко наивно. Но вы знаете, всякая, так сказать, попытка всегда выглядеть наивно. Не наивно ли было, например, когда уже давно существуют лошади, экипажи, дилежансы, мальпосты, извозчики, ландо, шикарная, понимаете, шарабаны, не наивно ли было какую-то тарахтелку выпускать, которая работает на бензине, тяжелая, воняет, дорого стоит? Наивно. Быстрее едет. Не так быстро. Первая ехала не быстрее лошади, понимаете? Наивно. Может получиться. Почему нет? Может получиться. Может быть, наоборот, эта дружба с Японией, она поможет как-то с американцами вот так зайти к ним со стороны, со стороны Гонолулу, понимаете? Ну, черт его знает. А вот как же эта мантра о том, что Путин мыслит себя таким собирателем российских земель и тут по Востоку, то китайцам, то японцам. Ну, я не знаю. Я думаю, что эту мантру про то, что Путин мыслит себя собирателем земель, это кто-то сочинил в какой-то передаче телевизионной. Меньше множество третьей. В большинстве случаев Путин, по-моему, сам лично ничего не заявлял. Вот он про подъем с колен заявлял там. А вот про то, что он будет собирать землю, он ничего не говорил. Обрастает земля символами нашими. Наша. Обрастает. Памятник Сталину тут в Новосибирске все-таки, видимо, будет установлен. Будет. А тут сказали, что какие-то военные его решили не устанавливать. Ну, тем не менее, там местный обком КПРФ говорит, выделим территорию, вот поле нашего здания. Ну, хоть совет города. Обнесенный забор мы будем всячески следить. Вот как вам эта идея? Это компромисс? Ну, понимаете, нет, это не компромисс, безусловно. Потому что, мне кажется, компромиссов здесь быть не может. Я думаю, что это злоупотребление правом со стороны КПСС. То есть, если эта земля является частной собственностью, то на этой частной собственности я могу поставить в памятник хоть Гитлеру, хоть там, не знаю, из группы НСЕКС, в Бронзе, так сказать, понимаете, наладить, если за забором, чтобы никто не видел. Пожалуйста. Вот. Поэтому это злоупотребление правом. Они поставят этот памятник как к какому-то памятнику какому-то атаману, которого, по-моему, повесили в 45-м году. Я не помню, кому. То ли Краснову, то ли Шкуро, то ли какой-то человек на Дону поставил на своем дачном участке. Ну, все ходят, окусываются. А он говорит, а что, это мое. Ну, так за то же самое. Здесь же другая оборотная сторона медали же, может быть. Потому что, помните, были разговоры, когда хотели поставить у нас в Москве памятник Иоанну Павлу II. И там были, то есть, не хотели. В итоге его поставили тоже на условно закрытой территории, где он, я уже забыла, где он у нас стоит в итоге. А я даже не знаю, где он стоит. Я, правда, не католик, но все равно интересно было. Ну, вот они хотели, да? А остальные не соглашались, но в итоге поставили. Ну, поставили. Может быть, это есть какой-то смысл в таком развитии? Ну, это да, но это не размен, как вам сказать. Это не размен, это частная инициатива. Это не размен, это частная инициатива. В ответ на несогласие, так сказать, общества, я могу в порядке частной инициативы сделать, показать обществу язык, понимаете? Как писал Григорий Астер, дознится лучше из окна второго этажа. Ну, может быть, и пусть бы он стоял там где-нибудь на отшибе и не помнили бы о Сталине вообще. Нет, понимаете? Не пусть, не пусть. А тогда, понимаете, ну тогда дальше идет, так сказать. Все это может дальше развозиться. Это куда? Ну, в любого другого диктатора, понимаете, как вам совсем плохого человека поставить, например, с противоположной стороны. Понимаете? Вот, например, поставить, так сказать, людям, которые, так сказать, занимались строительством автодорог крупных. И в их числе какого-нибудь американца, который строил ихние хайвы, какого-нибудь нашего, который строил дорогу, там, Москва, там, не знаю, Новочеркасск, условно говоря. Ну и Гитлера, который автобан строил. Вот три знаменитых, самых лучших дорожных строителя. Понимаете? Ну, не надо. Ну, зачем дразнить гусей? Зачем людям вот это? Понимаете, в этом вот желание установить памятник Сталину, ну, в этом есть, на самом деле, огромный антиобщественный потенциал. В этом есть такой вот троллинг, злобный троллинг, желание, а мы все равно на зло, а мы все равно будем вас бесить, мы все равно вас будем злить, мы все равно будем говорить вам гадости, мы все равно будем дразниться, вот что называется, из окна седьмого этажа, понимаете? А это, получается, власти сдались, да? Потому что боролись за установку этого памятника, по-моему, два с половиной, там, или с лишним года. И власти города не давали разрешения, потому что КПРФ хотел поставить где-то там на какой-то там центральной площади, и им не дали разрешение. Они сейчас не дали, они сейчас не дали КПРФ. Дальше, может быть, следующее дело, дальше будет длинный, так сказать, может быть, длинный судебный процесс по поводу того, что это памятник, так сказать, нельзя, он там оскорбляет кого-то. В конце концов, была же маленькая, была же маленькая, никому неизвестная выставка в Сахарнице под названием «Осторожная религия». Некоторые там даже были, нужно было смотреть через девочку в какие-то вещи. Пришли православные активисты и разгромили. Я себе прекрасно себе представляю, придут, так сказать, какие-нибудь там дети ГУЛАГа и разгромят этот памятник, и говорят, что он оскорбляет нашу суд. Почему? А вот есть прецедент, как разгромили осторожно религию. Но это не нужно делать, это, понимаете, это накачка гражданской войны. Это не нужно делать. Справедливости радио вспомним, да, монумент Папе Римскому Иоанну Павлу II, стоят во дворе библиотеки иностранной литературы, а с нами сейчас Денис Дагин. Ну, это не монумент. Там много таких, там бюст какой-то стоит. Да, да, да. В числе других раздрюстов. Присоединяйтесь к нам к разговору, да, к нашему разговору, отправляйте смс-ки, используя традиционные формы связи, плюс 7985-970-4545. Идет трансляция на YouTube-канале «Эхо». И там чат, вы можете присоединяться к нему. И также твиттер-аккаунт вызван по-прежнему, функционирует. А мы вернемся в эту программу после новостей на радио «Эхо» Москвы. Персонально ваш. Денис Драгунский, персонально ваш. А вот тут нам слушатели напоминают, что в Пензе давно уже стоит бюст Сталин напротив местного обкома КПРФ. Оказывается, не уникальный такой опыт к готовности коммунистов, ну, так вот, подвинуться и установить там, где, ну, дозволены они там, где они изначально этого хотели. А вот еще один коммунист, Андрей Ищенко, самоводвиженцем теперь идет во Владивостоке. И в свою поддержку нам удалось собрать те самые пресловутые 147 подписей и муниципального фильтра. Это ли не пример такой вот подвижности, да, и в принципиальности коммунистических лидеров. А ведь казалось, тоже символ, да, символ победы коммунистов на востоке страны в одном из регионов. Ну, вот-вот уже готовы оказаться в руках. Ну, чего? Не, не? Нет. Вот теперь он идет самоводвиженцем. Теперь не коммунист уже больше. Потому что партия-партия-то отказалась. Ну, не знаю, коммунист. Ну, знаете, это уже просто идет обыкновенная политическая борьба. А сейчас коммунистическая партия просто одна из таких партий более или менее оппозиционных, которые, ну, естественно, так сказать, все это по требованиям по времени и месту, со всеми оговорками, со всеми увертками, оглядками. Но, тем не менее, ну, что ж такое? Бывает и такое. Но при этом они, конечно, это не те коммунисты, которые были при Ельцине, например. Хотя вроде бы они те же самые. Фамилии, да. Фамилии и те же, но люди не те же. Говорят, коммунистический парламент был, это было ужасно, он мешал президенту. Так я хочу сказать, ну, какие же вы дураки, вы ничего не понимаете в демократии. Парламент и должен мешать президенту. Президент и должен бороться с парламентом. И тогда получается более или менее нормальная политика в стране. А когда все ходят по одной струночке, то это смеху подобно. Это нехорошо. Это к застою приводит обязательно в экономике, в политике, где угодно. Простите, что я говорю такие простые элементарные вещи. Ну, тогда вот политическая борьба, политическая борьба, тем не менее принципиальность какая-то в политике и готовность стоять на своем должны оставаться? Ну, у кого-то должны, у кого-то нет. Опять же, понимаете, ну, что значит... Ну, если на полном серьезе, то, конечно, она должна, эта принципиальность и готовность стоять на своем, это блюдо, которое нужно в предвыборный период, когда нужно это блюдо, которым угощают электорат. Понимаете? Вот мы такие, мы не сгибаемые тудой-сюдой. А когда речь идет уже в многопартийном государстве, где всегда многосторонние договоренности, то довольно глупо упрекать политическую силу в том, что она не является таким кремнем и сталью, понимаете? Что она идет на какие-то компромиссы, на подвижки, уступки. Ну, так устроена вся политическая структура, понимаете? Раз мы просто заговорили уже, КПРФ уже не та. Что касается «Единой России», тут новость как раз пришла, что Владимир Путин приедет на декабрьский съезд «Единой России», и это впервые с 2012 года он приедет на съезд партии, который не приурочен к выборам. Он обычно тогда только под выбором приезжает. Говорят, что вот спасать будет. Спасет? Нет, не спасет. Не будет Ренессанса. Не спасет, не спасет уже. Потому что «Единая Россия», понимаете, в чем дело? «Единая Россия» – это, собственно говоря, не партия. «Единая Россия» – это просто правящий аппарат, просто чиновники. И все. Они уже перешли на эту стадию. Поначалу это было очень хорошее изобретение, когда создавалась «Единая Россия» еще партия единства, что давайте, говорит, мы не партию приведем во власть, как это бывало всегда. А была, так сказать, изобретена такая потрясающая штука. Давайте мы власть приведем в партиях. Гораздо удобнее. То есть не каких-то людей завоевывать, а потом пошел губернатор, мы своего посадим. Пошел министр, мы своего посадим. Наоборот, существующих губернаторов и министров мы запишем в партию. Вот очень хорошо. Но, понимаете, все живет и умирает. Это было хорошо в 2000 году, в 2005 году. Хорошо. А сейчас уже ребенок вырос совсем, понимаете? Он уже, так сказать, уже курит и выпивает. То есть уже все по-другому стало. И уже теперь эта «Единая Россия» ассоциируется в умах людей просто с чиновничьим аппаратом. Только. И больше ни с чем. Поэтому спасать «Единую Россию» как партию вряд ли. Если бы переформатировать ее, сделать другую партию, какую-нибудь там российское единство, черт его знает. А получается, они тут, получается, не готов? Кремль не готов реформировать его что-то? Конечно, это очень сложно. Это очень дорого, понимаете? И опасно. Это и опасно. А дорого значит опасно. Конечно, когда дорого. Когда вам просят, чтобы все ваши сбережения выложили в какой-нибудь проект, это не только дорого, но и опасно для вас. А вдруг вы прогорите. Останетесь, так сказать, корочку голодать. Понимаете? Но. А вот если переформатировать, то во что было бы целесообразно переформатировать партию? Я могу бы это рассказать, но только за большие деньги, как говорилось. На фоне процесса по делу седьмой студии в Пите вручали европейскую театральную премию. Там прозвучали некоторые слова в поддержку. Ну, участники просто многие, те, кто выходили на сцену, там режиссеры, там довольно много, там целый список, они, когда выступали, они в том числе произносили какие-то слова в поддержку Серебренникова. А потом выяснилось уже, точнее, наверное, в процессе выяснилось, те люди, которые говорят по-английски, например, которым не нужен перевод, там, русскоязычный, английскоязычный, они обменивались впечатлением, понимали, что при переводе слова, именно вот эти слова каждый раз. Куда одевались. Расскажите, куда. Куда одевались и... То есть показать вам эту дырочку, куда они капали. А понимаете, в чем дело? Это, к сожалению, довольно известная вещь. Вот это вот Lost in Translation, вот эти трудности перевода, они в политике существуют довольно часто. Я сейчас вам не припомню конкретных случаев, но, честное слово, я работал в Дип-Академии долгое время, и что-то подобное там рассказывали, как вот человек говорит одно, а переводит по-другому. Это и на переговорах высоких лидеров было. Единственное, кого нельзя было на этом деле, так сказать, наколоть, это Громыко, потому что он знал английский язык, и когда переводчик начинал что-то, так сказать, может быть, по соображениям каким-нибудь не личным, а по каким-то инструкциям что-то вуалировать, он, так сказать, очень злился и говорил, нет, говорят. Говорит, дядя, ты мне не ври. Понимаете? А то, что это самое, когда, понимая, чем дело, у меня был один знакомый эстрадный артист, один знакомый был директор театра эстрады, Борис Брунов, между прочим, тоже у него большая фигура. Он прекрасно, мы с ним когда-то там просто за столом шутили. Я что-то говорил по-гречески, абсолютную роду, а он делал перевод, как будто он приветствует съезд кинематографистов, как будто он там здоровается с Брежневым, понимаете? Вот, и совершенно, совершенно замечательно. Я готов, так сказать, вот, приношу от имени всего греческого народа... Понимаете, это давний навык, а люди... Самое ужасное может быть другое, что это не указание сверху. Вот это вот, это было бы самое противное. Вот. Что это не указание сверху, не сказали, что они будут говорить, про Серебряных, вот вы это не переводите, а как-то, так сказать, вуалируйте. А люди сами, люди сами застремались, как говорят в народе. Им стало страшновато. Ну, давай мы как-нибудь скажем, что просто вот... Призовем людей, призовем деятелей культуры к диалогу. Как там говорят, что там мне рассказывали, в смысле, я читал, что там вместо всех этих вот слов в поддержку Серебряных, кого в наушниках раздавались. Мы призываем на Восток и Запад, Европу и Россию к диалогу. Ох, это же сходу придумать нужно же, правильно? Ой, вы знаете, это стандартные переводческие такие, как вам сказать, такие паттерны, такие вот. Прямо это как лего. Это лепится очень легко. Просто потому, что если это было бы сверху, да, спущено, я просто не понимаю, что до такой степени, ну, слушай, вы сказали, что не пойдет. А может быть, и сверху, может быть, и все. А как же? Бояться, да? Конечно. Ну, как-то это не становится скандалом. Ну, а это не становится... Ну, понимаете, вот, беда заключается в том, что ничего не становится скандалом. Вот, кстати, беда. Вот беда наших средств массовой информации. Сейчас скандал не устроишь. А, кстати, по поводу средств массовой информации, то первому каналу, как выяснилось, для стабилизации его финансового положения понадобятся многомиллиардные ежегодные субсидии из бюджета. И к такому выводу пришли там в результате аудита. Об этом сегодня коммерсант пишет. И как сообщил изданию источник, знакомый с результатами этого аудита, в докладе указывается на то, что текущая система выделения субсидий, цитата, не учитывает общественно-политическую миссию Первого канала. Ну. А вот какова сегодня миссия телевидения? Ну, как какова? Не знаю, миссия Первого канала, миссия пропагандистская, прежде всего, естественно, пропаганда всегда вкладывается, не скупясь, как говорится. То есть мы тоже участвуем, рублем выходит в работе этой пропагандистской манерной. Это аналогия класса. Каждый из нас. Ну да, разумеется, разумеется, конечно. Так это проще. В любом государстве, понимаете, полицейские там иногда бывают совершенно очень жестоко и несправедливо кого-то там винтят. Они же существуют на налоге. Получается, что какой-нибудь гражданин возмущенный какой-нибудь, оппозиционный, несогласный с политикой, там какого-нибудь там любого, там греческого, там французского, какого американского там президента, он говорит, я это на мои деньги все делается. Да, дорогой Анатолий. Раз уж мы об этом заговорили. Сейчас у нас даже в студии телевизор висит, я вернюю, смотрим, круглый день показывают эти, да и на выходных, эти желтые жилеты. Масса, хотел сказать, парижан, не только парижан. Там, по-моему, сотни городов, как минимум, во Франции прошли массовые протесты против роста цен на бензин. Люди, я, если честно, прям как завороженно смотрела на то, что происходило, хотя там что-то переросло в какие-то беспорядки, да, там есть пострадавшие, есть задержанные, да, но что у меня, вот, может быть, каждый раз, в очередной раз удивляет, как, вот, у нас же то же самое. У нас же растут цены на бензин. И где у нас вот все вот эти люди, которые в едином порыве на велосипедах, мопедах, пешком, еще что-то, в желтых жилетах, в чем угодно, выйдут и вот это скажут. Ну, скоро же, правда, машина на прикол будет стоять, потому что, ну, невозможно. Понимаете, в чем дело? У нас народ очень напуганный, к сожалению. Очень такой скромный, очень тихий. И он не пойдет на какие, на такие. Никогда? Даже если бензин будет там 300, 400? Нет, нет, нет. Но в этом есть одна большая беда, что зато, когда у народа совсем лопнет. И так же народ себя вел в, там, в 1895, там, там, 900, там, 900, там, а потом, когда начинается 905-й год и 1917-й год, вот тут народ съезжает за глузду полностью. Понимаете? И дальше начинается просто ужас и кошмар. Поэтому я бы не вот эти митинги, конечно, их надо разрешать. Это еще, кроме того, большой способ выпускания пара. Это большой способ. Ну, помитинговали, поорали, так сказать, и там, попортистовали, там, добились чего-нибудь, там, чуть-чуть, что их недоповысилось. Заморозили. Заморозили до конца года смех какой-то, да. До конца года, вот. И как раз сейчас, вот, например, смотрите, как хорошо. Сейчас, какое сейчас число? Сейчас 19 ноября. Вот сейчас пошел, вот, надо выпустить большой митинг против цены на бензин и заморозить цены на бензин до конца года. Классно. До конца года-то осталось господи. Ну, вот я и говорю, все равно победа. Нормально, нормально. А у нас это вот то, что вопрос, народ боится, что эти всякие митинги будут запрещены. Нет, народ боится. Они сами не выходят. Нет, 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 они сами, они не просто сами не выходят на митинги. Они просто понимают, что их могут, так сказать, они не хотят ночевать в этой самой, в милиции, в полиции. Они не хотят, чтобы их волокли по асфальту в автозак. Они не хотят. Они напуганы тем, что вот сейчас учителя говорят, что там, помните, там какие-то были, что вот родители, которые допускают своих детей на митинги, там, и всякие кошмары. Вот это вот вся эта репрессивная, так сказать, вот эта байда, она, конечно, людей запугивает. Это факт. А просто сейчас не планировали об этом говорить, но у нас дальше в развороте будет про ситуацию, которая сейчас в Кунцево. Вот об этом надо поговорить. И там как раз людей, вот именно то, что вы сейчас сказали, там людей волокли, полицейские, по земле, то есть там вот это все, о чем сейчас. Это неправильно. Их волокли, по-моему, все-таки не полицейские, а какие-то охранные фирмы, мне кажется. Охранные фирмы волокли, а полиция при том, что при бездействии полиции. Вот так. Давайте точно скажем. Но понимаете, вот тут какая штука? Это речь идет о том, что у людей уже отнимают реально их дом. Понимаете? Их жилье. Или их образ жизни. Потому что если под окнами будет стоять 25-этажный дом многоквартирный, то считай, что тебя выселили из твоей уютной кирпичной пятиэтажки. Понимаете? А когда... Вот это вот, поэтому на это люди уже пойдут на полном серьезе. Это даже не... Это серьезнее, чем машина. Чем бензин. Чем бензин, понимаете? В конце концов, можно на метро поехать. А вот когда тебе некуда прийти домой, или когда ты вынужден переехать из одного района в какой-то очень далекий, это все равно другое. Ну, там люди как раз под ковши. Поэтому, да. Поэтому я бы, конечно, на месте власти, конечно бы этих девелоперов, конечно, дал бы им немножко по носу слегка. Так, щелкнул. Посмотрите, не надо, не надо строить здесь. Потому что это может стать причиной... Не надо. Ну, вообще, вообще, не надо людей, не надо дразнить, дразнить. Вообще, не надо обижать людей, понимаете? Потому что, в целом, на этапе целеполагания какая-то пробуксовка происходит. И вот наша пассионарность, она не идет ни в какое сравнение с пассионарностью французов. И вовсе не в арестах дела последующих, задерживающих. Ну, я не знаю, что пассионарность. У нас достаточно было пассионарность во время и до войны. В смысле, в гражданскую войну. И когда хотите, понимаете? Я думаю, что все-таки тут дело... Пассионарность – это такая штука фиговая. Понимаете, это не объяснение, это мистика какая-то. Я думаю, что если бы французов закрутить, там, гайки, то они бы стали такие бы шелковые, как и мы. Точно такие же, понимаете? Слушай, никто не хочет, так сказать, погибать, грубо говоря. Терять будущее, терять жизнь. Ну, то есть, там они уверены, что... Они уверены, да. Там тоже их разгоняли. Вы знаете, что говорят, они совершенно... Ну и что? Все равно они знают, что у них есть независимый суд, у них есть разделение властей. Я никогда не забуду знаменитую фразу, так сказать, англичанина по прочтению архипелага ГУЛАГ. Он говорит, почему эти люди, которых пытали, почему они не обращались в суд? Понимаете? Странные какие русские. И почему, когда его арестовывают на улице, неизвестно кто? Почему он не звал полицию? Понимаете? Вот, это люди из другого мира. Поэтому не надо сравнивать. Может быть, где-нибудь в Китае совсем третья ситуация происходит. Может быть, где-нибудь там в экваториальной Африке четвертая. Понимаете? Это разные миры. Последнее, наверное, еще об одном мире. Патриарх Московский и вся Руси Кирилл благословил определение архангела Гаврила небесным покровителем службы защиты гостайной вооруженных сил Российской Федерации. Поможет такое покровительство небесное в этом миру? Звучит, конечно, как-то... Звучит, звучит ужасно, конечно, смешно. Но, с другой стороны, это тоже... Я это рассматриваю, как честное дело одной из российских конфессий. Ну, определил. Понимаете? А вот я вам могу сказать по секрету, что, так сказать, вот, например, в российском масонстве тоже мог случиться какой-то распад. Там ложа, там, не знаю, номер 8, там, перестала, так сказать, ритуально общаться с ложей номер 15. Ну, большая проблема. Но, тем не менее, речь тут идет об официальной переписке. Ну, это же официальная переписка. Ну, Минобороны. Ну, и что? Может быть, а не Минобороны могут тоже обратиться к масонам, а не их произведут в 33-й городах. Понимаете? Представитель Денис Драгунский сегодня был гостем программы «Персонально ваш». Провели передачу Марина Максимова и Станислав Крючков. Денис Викторович, благодарим вас. Спасибо. Спасибо.